Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. В этом году, конечно же, весна настолько была скоротечной. Понятно, что периодически пыталась вернуться зима, но, тем не менее, такое ощущение, что после холодов сразу наступило лето. И, естественно, как только сошёл снег, я даже помню, как долго рассказывали, какой день снег начнёт таять, как долго он будет таять и так далее. Но, как правило, всё это происходит гораздо быстрее, или, по крайней мере, нам так кажется, что быстрее. И город исчезает, снежный покров, и мы видим, что, конечно же, требует он какого-то благоустройства. Конечно, уже ближе к лету будут стать другие задачи, но весной прежде всего благоустроить то, что получается после зимы, начиная от домовых территорий, заканчивая фасадом каких-то зданий и так далее и тому подобное. Сегодня у нас в студии заместитель начальника управления благоустройства администрации городского округа Руберцы Геннадий Александрович Голованов. Здравствуйте, Геннадий Александрович. Здравствуйте. Ну, апрель, со времён ещё, многих людей не помнят, что это время субботника, был раньше один субботник. Сейчас, я так понимаю, у нас проходит несколько этапов субботников, уже часть прошла, вот что-то нас впереди ждёт. Вообще, как к субботникам мы относимся? Правильно я понимаю, что сегодня есть субботники, ну, где, например, люди в доме живут, сами решили, сами, они могут, в принципе, любую субботу делать, да, субботники. А есть субботники, которые вы уже курируете, верно я говорю? Верно. Так, вот давайте о них поговорим, как они устраиваются и какова задача этих субботников. Вы знаете, у нас на территории городского округа Руберцы на период апреля запланировано было 4 субботника. 4. Да, 2 из них уже состоялись, это 6, соответственно, апреля и 13 апреля. Впереди, в предстоящую субботу, у нас будет общегородской субботник, который пройдёт на 8 локациях. Ух ты. И в 8 дворовых территориях управляющие компании содействуют в этом. Вот, и, соответственно, общий областной субботник, который будет, так сказать, в грандиозном масштабе, 27 апреля. То есть, получается, до конца апреля мы как бы силами, потому что правильно я вкладываю субботник, это всё-таки выход людей, которые как бы бесплатно, безвозмездно, ну там, может быть, чай вы сейчас расскажете, дают, не знаю, они выходят и радостно трудятся не для того, чтобы время убить, да, а для того, чтобы действительно где-то что-то причесать, газончики и так далее. Потому что зима была сложная, зима, было очень много снега, давление на землю было серьёзное, мы это видим даже те, кто водит автомобиль. И не только в городском округе Люберцын, но и в Москве, ну во всех городах есть такое вот связанное, даже вот ты едешь на машине, ты понимаешь, всё, весна пришла. Ну и, конечно же, дворовые территории и деревья и всё-всё-всё-всё-всё-всё. Вот скажите, эта же система субботников давно существует, как на неё реагируют простые граждане? Вы знаете, да, это традиционные, так сказать, субботники, я свою всю жизнь знаю о них, да, они проводятся со времён обучения в школе, соответственно, в институтах, на работах привлекают. Это массовые мероприятия весенние. Семейные, можно сказать. Семейные, да, приходят действительно люди с семьями, то есть соседями, домами, в принципе, отзыв получается большой от населения. То есть, в принципе, люди заинтересованы в приведении своих территорий, то есть, кто особенно радеет за свой двор или там за общественное какое-то пространство, они с удовольствием принимают участие. То есть, мы понимаем, со многими вашими коллегами мы говорили, я имею в виду линии, которые принимают решения в городе, что в последнее время чувствуется, что всё-таки люберчане, особенно те, которые, ну, недавно стали люберчанами, приехали, большие там, значит, жилые комплексы, всё-таки есть ощущение, что уже возвращается то состояние людей, когда они хотят в этом городе жить, в городском округе, гулять, ходить по своим улочкам, а не ездить куда-то в Москву, да, и работать, и гулять. Теперь можно ездить в Москву работать, а жить и гулять уже можно в Люберцах. И поэтому, конечно, хочется выйти и убрать, тем более, что, я так понимаю, вы к этому готовитесь, и вернёмся к вот этим локациям. Как проходит подготовка, и как эти локации выбираются, почему именно в 8, и почему именно в этих местах? Ну, локации, на самом деле, естественно, приводится вся территория городского округа в порядок, да, у нас, помимо субботников, ведётся и месячник по благоустройству. С 1 апреля, да? Наверное, соответственно, вся территория городского округа задействована, задействованы все сферы, все службы, да, только это не только коммунальные службы, это и торговые предприятия, и промышленные предприятия приводят свои территории, прилегающие в порядок. Вот, ну, территории отбираются... Вот мы сейчас о субботниках договорим, а потом поговорим, потому что, скажем, проезжаешь в некоторых городах, там иногда фасад моют, так даже люди, ничего себе, дом моют, зачем, да? Вот, но вернёмся к субботникам, вот эти 8 локаций, давайте расскажем. Эти 8 локации, ну, выбираются исходя из, наверное, наиболее каких-то популярных и, может быть, где-то замусоренных территорий, где, соответственно, люди проводят там зимний период, да, какие-то гуляния, собственно говоря, есть, ну, как мы знаем, многие люди запускают фейверки, да, там остались крошки, которые после зимнего периода оттаивают и которые необходимо там собрать, прогрести мусор, то есть вот такие места массовых посещений, гуляний, то есть где... И вы сами уже, наверное, о некоторых знаете. Мы сами, да, в принципе, выбираем эти места, организованно там будет, ну, соответственно, выдача инвентаря, в каких-то местах у нас предусмотрена и посадка деревьев дополнительная. Давайте не будем торопиться, значит, вот инвентарь – это очень важный момент, то есть, во-первых, вот те, которые будут, куда надо переходить, ну, 8 локаций, где можно найти эти локации? В интернете? Да, у нас на сайте администрации опубликованы, соответственно, места проведения субботников, я могу их дополнительно озвучить. Да, давайте назовем, чтобы у нас была эта информация, вдруг кто-то захочет прийти, тем более, вы слышали, инвентарь не нужно с собой брать. Конечно, да, все выдадут. Это сквер у Ухтомского пруда в городе Люберцы, сквер у домов 15-17 по улице Побратимов, также и на территории памятника Доброй Ангелы Мира проведутся работы, разделительный газон на Комсомольском проспекте, это парк Лапсов Томилина, сквер вблизи дома 8 по улице 60 лет Победы в поселке Октябрьский, в поселке Малаховское, Михневское шоссе, вблизи дома 4, и в поселок Красково, улица Школьная, вблизи парка Победы. И я так понимаю, что люди туда могут прийти со скольки до скольки будут проходить? С 10 и до сколько захотят, с утра и до обеда. Понятно. А как покушать, поесть? Да, у нас на двух местах, получается, 20-го числа будут организованы и праздничные мероприятия. Даже праздничные? То есть, чтобы еще копать веселее? Это как раз покушать, музыка, да, это сквер у Ухтомского пруда и парк Победы в поселке Красково. Там будут, соответственно, праздничные мероприятия, музыка, чай попить. То есть, это уже то время, когда все-таки субботник несет в себе и заряд какой-то энергии. Все-таки это тоже, что ты убираешь, как бы приводишь в порядок. Ну и приятно, когда это все делают вместе. Ну а скажите, пожалуйста, вот инвентарь у вас как-то заготовлено. Мы же не знаем, сколько людей придет. По вашему опыту сколько? Мы вот как раз-таки рассчитываем по опыту прошлых лет, соответственно, в этом нам помогает и наше территориальное управление. Расчет, естественно, примерное количество людей, но все будут обеспечены инвентарем. Если что, подвезем. Подвезем, да. В этом нам помогают и управляющие компании городского округа, и наши муниципальные учреждения. Грабли, лопаты, метла, перчатки, пакеты для сбора мусора. А, даже так. Ну даже действительно мусор собрать, и уже будет совсем другая территория. Ну хорошо, мы идем дальше. Пока у нас еще первая часть. Про активность вы уже сказали. А вот эти локации, это как бы субботник, который проводится под вашей гидой. А параллельно, вот вы видите, люди где-то сами устраивают какую-то уборку. Может быть даже не в субботу, может быть там в пятницу вечером, ну когда еще светло. Или там в воскресенье. Есть у вас такая информация? Вы знаете, нам поступают звонки от, естественно, жителей, которые просят помочь организовать в своих дворах проведение субботников. Ну либо же обеспечить инвентарем, потому что не у всех есть лопата, она, наверное, не нужна. Там в каких-то, да, где-то посадить деревья, где-то, естественно, какие-то свои места отдыха, где еще не успели привести все в порядок. И самостоятельно это сделать. То есть многие люди, которые находятся дома, они проявляют желание как-то преобразить, украсить город. То есть вы, в принципе, связываетесь как-то глава дома там, да, какой-то? Ну, естественно, да, мы находим связь с управляющей компанией, они есть. Просим их помочь организовать. А как вы считаете, вот больше стало таких проявлений? Потому что есть такое ощущение, что люди чаще стали вот заботиться именно раньше, как зашел в подъезд, вышел с подъезда. Вы знаете, да, на самом деле, со временем это все больше людей увлекаются, увлекаются, да, принимают участие в приведении в порядок своих территорий. И она выглядит по-другому. Выглядит по-другому, да, конечно, приятно жить там, где чисто, там, где убрано. И соседи, опять же, те, которые, возможно, где-то мусорят, не такие порядочные, они видят и после этого не всегда меняются. Да, меняются, уже не будут бросать так мусор. И вот я так понимаю, что все-таки, возвращаясь к теме месячника, да, он с 1 апреля проходит, и как бы мы понимаем, что это идет от, ну, от государственных структур, да, от областных, от региональных и так далее. Оно приятно, если люди, услышав сейчас, что, ну, это прям видно, тем более апрель такой теплый, что вот грязь не успевает, что называется, прям хочется ее убрать, да. Поэтому, если у вас появится желание, то вы можете обратиться. А куда можно обратиться в управляющую компанию, сказать, мы хотим субботник провести у себя на территории? Ну, могут обратиться люди в администрацию, это наше управление благоустройства, коллеги с управления жилищно-коммунального хозяйства тоже, я думаю, примут заявки, посодействуют в проведении. Хорошо. Ну, и мы сейчас во второй части поговорим, какие еще работы будут проведены в округе, потому что такой, ну, важный момент, что благоустройство – это не только субботники, но вот в чем разница между субботником городского округа, да, и субботником областным? Ну, областной субботник, он более торжественный, в местном, так сказать, субботнике не везде, наверное, все-таки праздничные мероприятия, но инвентарь выдаем везде. Трудовая атмосфера, да. А областной субботник, он, как правило, более праздничный, проходит более праздничное, нередко выдается брендбуковая продукция, то есть люди принимают участие с еще большим удовольствием, то есть и для детей это интереснее. – Ну, я понимаю, что там все-таки уже 1 мая недалеко, там большие выходные будут первые, и, конечно же, хорошо поработать, и уже с 28 апреля, да, можно начинать отмечать 1 мая, тем более, что у нас 2 мая в этом году рабочий день, поэтому надо все успеть. Хорошо, напомню, что в гостях у нас заместитель начальника управления благоустройства администрации городского округлюберца Геннадий Александрович Голованов. Еще один вопрос, перед тем, как мы уйдем на перерыв и перейдем на другие мероприятия, а кто курирует вот эти субботники, то есть это люди из администрации вашей, ваши коллеги, которые приезжают, смотрят, ну, как-то администрируют эту работу? Вы знаете, не только администрируют, а принимают, во-первых, активное участие, то есть и сотрудники администрации, естественно, всех подвесных учреждений, которые есть в городском округе принимают участие, а так, ну, конечно, контроль какой-то нужен, соответственно, да. Ну, нужно, если подвести еще какую-то технику. Всегда есть ответственные на каждой локации, которые следят за тем, чтобы всем все хватило, в случае необходимости подвозят дополнительные. Понятно. Хорошо. Итак, Геннадий Александрович Голованов, заместитель начальника управления благоустройства администрации городского округа Люберца, сейчас у нас небольшой перерыв, говорим мы об апрельском периоде субботников, их у нас много, как мы выяснили, они разные, и как выяснилось, что вы можете сами себе, что называется, заказать субботник на дом, для этого пересмотрите еще раз первую часть нашей программы, вы поймете, как это сделать. А сейчас небольшой перерыв. Напомню, что эта программа «Открытый диалог», месяц апреля, месяц, когда мы приводим в порядок городской округ Люберцы, причем в прямом смысле этого слова, потому что снег сошел, снега было много в этом году, в этом сезоне, если можно так сказать, и еще даже кое-где местами можно что-то и найти, поэтому надо убирать, убирать и убирать. И очень хорошо, когда существует система субботников, ну понятно, что не все, может быть, хотят в этом принимать участие, но есть и граждане, которые сами с удовольствием даже просят, чтобы им привезли инвентарь, и они свой домовой участок привели в порядок, придомовой. Ну и у нас в гостях Геннадий Александрович Голованов, заместитель начальника управления благоустройства администрации городского округа Люберцы. Прежде чем мы перейдем к следующему, вот уже финальному в этом апреле, более подробно поговорим о областном субботнике, конечно же, возникает вопрос, что я помню, в советское время на субботнику еще, ну что называется, людей сгоняли. Вот сегодня все-таки поменялось немножко к этому отношение, потому что все-таки все живем либо работаем в обрубе. Вы знаете, наверное, то, что как раз-таки в советское время всех сгоняли, сейчас людей не нужно сгонять, действительно, они принимают участие активное, то есть много жителей. Ну и традиционно, я думаю, что все работающие в нашей сфере, они знают, что с апреля период субботников, да, поэтому коллеги всегда принимают участие, не нужно приглашать, они знают, что будут принимать участие. Слово благоустройство 100% работает. Вот, а жители, естественно, принимают участие с каждым годом все больше и больше. Ну, давайте поговорим об областном субботнике, в котором вы сказали, что это будет уже практически как праздник, но все равно инвентарь будет, а то, знаете, можно же праздновать, а убирать-то надо. Вот, и там тоже будут какие-то локации, какие-то места. Какие-то локации будут, да, естественно, это поселок Красково, ЖК Новокрасково, территория вокруг Новокрасковского карьера. Это пешеходная зона в микрорайоне «Самолет», центральный парк культуры отдыха наш с вами, улица Молодежная вблизи, дом 8, улица Транспортная вблизи дома 4А, это деревня Токарева вблизи пруда на улице Старая, Егоревское шоссе вблизи домов 8. Очень пройдут работы. Также помимо общевластного субботника, 27 апреля у нас состоится акция посадки деревьев в городском округе. Это такая уже традиционная, да, акция? Да, ну, в период благоустройства субботников, да, обычно приурочена посадка деревьев. Вот, у нас будет высажено на территории городского округа более 1600 деревьев, 1600, да. Из них, наверное, более... Они разные будут, да, деревья? Разные породы деревьев, да. Из них более 2250 у нас будут посажены на 136 объектах образования. То есть принимать участие у нас будут и старшеклассники, и ученики младших классов. Это же здорово, посадил дерево, через 10 лет пришел, твое дерево уже раскладистое такое, да. Да, также эти акции, естественно, пройдут у нас и на общественных пространствах, и в парках. Вот, приглашаем всех принять участие. Ну, то есть это будет такая, все-таки, что называется, глобальная история. Это важно понять. Почему? Потому что, опять же, если ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, а мы прекрасно понимаем, что рядом Москва, воздух, мы видим, что погода меняется, причем где-то засухи, где-то, к сожалению, наводнения. Вот, лето обещают какое-то невероятно жаркое, может быть, синоптики ошиблись, но нужно подготовиться, и нужно, чтобы было просто красиво, чтобы можно было ходить по красивым дорожкам, отдыхать в парках. В конце концов, все это касается, прежде всего, наверное, детей, ну и потом уже всех остальных. Значит, скажем так, по поводу благоустройства уже других аспектов, субботник субботником, а остальное это входит уже непосредственно в вашу работу. И вот этот месячник, я так понимаю, что и до месячника у вас как бы есть определенные работы. Что входит сейчас, помимо субботников, в благоустройство? Вот вы сказали, это вот, ну, начнем с города, центр города, как вот это моется, убирается, я не знаю, как вы договариваетесь, или это в обязанности входит тех же торговых центров, что они должны, не знаю, окна у себя помыть, значит, выкопать там, вскопать землю, как это работает? Есть какие-то планы? Вы знаете, да, коллеги из профильных управлений, они уведомляют, соответственно, свои подведомственные направления, предприятия, да, то есть начинаем работать. Ну и, в принципе, все, кто работает, они привыкли к тому, что после месяца, естественно, это более привлекательно, допустим, если это объекты торговли, более привлекательные для посетителей, когда чисто... Грязные не будут. Да, чисто вокруг убраны и так далее. Поэтому, да, проводятся работы и промывки витрин. Но они же это за свои деньги делают, да? Конечно, да, то есть они все это делают своими силами. А если они не могут витрин, вы можете сказать, что, ребята, надо бы витрин? Мы можем сказать, что надо... Это прописано у них, наверное, в документах, да, что они... Это прописано в законе о благоустройстве, да. И территория, которая недалеко от них, тоже к ним попадает? Да, есть закрепленные территории, которые закреплены за каждым субъектом. Вот, они ответственны за их содержание. То есть если там лестница, например, обветшала после зимы, ну, вход я имею в виду, да, значит, какая-то часть тротуара или плиточки, то есть они должны привести это в порядок. Верно. Хорошо. И как проходит обследование? То есть вы как, садитесь на автомобиль и едете по городу, смотрят, так, вот этот магазин не убран, вот эта аптека, чего-то там и так далее. Ну, и не только на автомобиле ногами, да, но производится проверка, соответственно, объезд, осмотр. А сроки какие-то устанавливаются до этих компаний? Это конец месяца в основном, то есть все должны завершить работу к концу апреля. Поэтому и месячник сейчас проводится, да? Хорошо. А что касается школ, государственных учреждений, кто этим занимается? Они также, соответственно, приводят в порядок свои территории. Там ответственны и директора школ, ну, и коллеги тоже из управления образованием контролируют их и принимают участие в их субботниках, ну, и также контролируют о проведении работы. Ну, вот возвращаясь к теме посадок, да, мы же понимаем, что что-то, скажем, про деревья, да, где-то строительство идет, сейчас оно начнет, наверное, опять, ну, лето как бы, возобновляться, где-то деревья нужно выкорчевывать, потому что они уже старые, там тоже не любое дерево, нельзя так выйти на улицу у себя во дворе, выкупать какое-то дерево, потому что оно плохое стало. Вот кто следит за, я так понимаю, это, может быть, уже не совсем к вам вопрос, но тем не менее, за зеленым, так сказать, насаждением, за травой, где-то ее, может быть, укладывают, где-то деревья убирают, плюс опилка деревьев. Ну, как, конечно же, это самообследование в первую очередь, да, то есть у нас есть также все территории закреплены за субъектами, либо же за эксплуатантами, то есть производится самообследование в населенных пунктах, ну, в недовольных, где преобладает индивидуальная жилая застройка, собственно, собственники обращаются зачастую, что либо же обращение также администрация все равно принимает, да. Вот, например, живем в новом, у нас есть, да, известные жилые комплексы, где, как правило, дом построили, а рядом ничего нет. Мы хотим высадить аллею, вот мы решили, там, в домовом совете или в каком-нибудь чате, обратились в управляющую компанию, готовы купить, не знаю, за свой счет какие-то деревья, тут тоже, наверное, не любое дерево можно посадить. Вот как это работает? Они могут к вам обратиться, а вы можете им помочь в этом плане? Естественно, можем, но, опять же, не везде можно сажать деревья, потому что проходят и сети под землей, да, и... То есть, если места посадок определяются, рассматриваются возможности там посадок, то есть можно нельзя, ну, естественно... Но вы можете помочь отрегулировать? Можем помочь отрегулировать, да, но, опять же, территория городского округа большая, и не всегда все потребности можно удовлетворить. А вот опил деревьев, потому что тоже, как бы, такой вопрос, в этом году, мы помним, проблемы были, когда снег с крыши и так далее, и тому подобное, где-то что-то, может, сломалось, и мы можем только через какое-то время это увидеть. Люди как, должны заказывать за свои деньги или могут куда-то обратиться, и к ним приедет какая-то команда? Ну, опять же, если зона ответственности закреплена за жителем, то есть это, опять же, частный дом в пределах его 5 метров, да, а так на территории городской наше муниципальное учреждение производит опиловку, вывоз порубочных остатков. Но если же это, вернусь к тому, что эта территория закреплена за жителем, то, естественно, он может либо своими силами, но тут нужно быть аккуратным, потому что дерево может упасть, да. А также, да, конечно же, есть специализированные службы, которые занимаются этим. Может заказать, что называется, да. И еще такой момент, если человек видит, ну, во-первых, не потому что служба плохо работает, а потому что раз дерево где-то наклонилось, сломалось, куда ему звонить, если дерево небезопасно себя ведет? У нас есть и объединенная держпечерская служба, на которой можно, естественно, позвонить, оставить заявку. Все эти заявки направляются в работу, рассматриваются. Точнее, одна заявка не остается нерассмотренной. Либо же также позвонить в администрацию и сообщить о месте нахождения такого дерева, где оно заметно, потому что действительно угроза падения, особенно вот недавно был сильный ветер, да. И будут еще, кстати. И будут еще, да, ветра. Деревья падают, ветки ломаются, то есть... То есть даже можно еще посмотреть потенциально опасные ветки. Конечно, можно посмотреть. Там еще сети проходят, да. Да, да, да. Хорошо. Ну и еще такой вопрос. А вот мы поговорили, что моют торговые центры и так далее. А у нас есть Октябрьский проспект, где строительство идет долго, продолжительное время. Есть памятники, да, какие-то памятники, которые, ну, что называется, на красной линии. Вот вы сказали на Комсомольскому, как это называется, между... Газон. Да, газон. Это здорово, это даже приятно слышать, потому что, казалось бы, да пусть себе растет, да и растет, что там машина есть. Вот памятники. Кто моет, кто, может быть, моет какие-то еще, ну, я не знаю, знаки дорожные? Дорожные знаки, моет дорожные службы, которые эксплуатируют эти объекты дорожного хозяйства. Территории памятников у нас в основном закреплены за нашим муниципальным учреждением, объединенный комбинар благоустройства и жилищно-поминального хозяйства. Получит, да, они в рамках содержания производят и промывку, и очистку, и мелкий ремонт памятников. Понятно. Очень хорошо. Ну и вернемся еще к теме субботников, потому что это сейчас самое главное. Нет, несколько прошло. Я думаю, что, как я уже говорил, жители сами себе. Кто-то и субботник, кто-то и воскресник готовы устроить. Впереди, давайте еще раз назовем, значит, у нас будет сначала, значит, уже были, о них не будем уже говорить, впереди у нас субботник городского округа, который состоится... 20 апреля. Какая-то есть главная площадка, где там? Ну, две главные площадки, получается, вернемся, это сквер Ухтомского пруда и школьная улица в поселке Красково, вблизи Парк Победы. Это вот как бы, да, главное. Так, и второй у нас будет потом областного уровня уже. Областного уровня, да, и там... Субботник праздничный, торжественный. Праздничный. И главные площадки это будет центральный парк и пешеходная зона в микрорайоне «Самолет». Немножко недоговорил. У нас главной площадкой по посадке деревьев 27-го числа также будет центральный парк, будет высажено более 100 деревьев, будет приурочена к этому экологическая акция, будет выводоваться брендбуковая продукция. Вот. Примут участие у нас запланировано, что и студенты, и жители, также и сотрудники. Здорово. Вот. Там есть, где посадить деревьев? Да, будем рады всех видеть. Хорошо. И если можно, вернусь на 20 апреля, который будет субботник. Помимо этого субботника у нас будет проведена на территории Кореневского карьера акция «Вода Россия». Это всероссийская акция по санитарной очистке от мусора берегов водных объектов. Вот. Всероссийская акция у нас это проводится уже четвертый год на территории. Акция будет проводиться там, на берегу и на воде. То есть будет специализирована техника, которая будет очищать водную гладь. И, соответственно, силами пришедших жителей администрации будет проводиться очистка берега от мусора. Вот. Прямо грандиозный план. Будет установлен, спущен на водную гладь эко-буй, который мониторит состояние воды. Ну, бренд-буковая продукция, соответственно, раздаваться. Поэтому тоже приглашаем принять участие. В общем, планы грандиозные. То есть главное, чтобы не забыли, что главное все-таки надо уборку сделать. Уборку. Потом уже продукцией заниматься. Спасибо большое. Заместитель начальника управления благоустройства администрации городского круга Люберцы Геннадий Александрович Голованов. Вам тяжелое сейчас время, сложное. Но, как обычно, в апреле пройдет. И в мае уже будем встречать в чистом городе. И следить за ним все оставшееся летнее время. Потом начнутся осенние подготовки к зиме. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пемненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин